Появляется все больше предположений и версий по поводу причин этой катастрофы. Впервые с момента крушения свои выводы представили руководители Когалым Авиа. Новую информацию сообщили в Росавиации, но подчеркну, сейчас говорить, из-за чего именно разбился самолет, можно только условно. Нет никакой приоритетной версии, все они предварительные. Данные, которые станут определяющими, находятся в бортовых самописцах. Их расшифровка, предположительно, пройдет в Каире, но все будет зависеть от состояния черных ящиков. Тимур Сирозеев собрал всю последнюю информацию. Сегодня представители авиакомпании, эксплуатировавшие Airbus, впервые назвали свою версию катастрофы. Их выводы основываются на том, что самолет начал разрушаться в воздухе. Нет такого сочетания отказов систем, которые могли бы привести к тому, чтобы самолет разрушился в воздухе. Самолет Аэробус А320, это очень надежный самолет, в законы управления которого внесены так называемые защиты. Они не дадут выйти самолету на большие перегрузки, даже при грубой ошибке в технике пилотирования пилотом. Поэтому единственной объяснимой причиной разрушения самолета в воздухе может быть определенное воздействие, чисто механическое, физическое воздействие на воздушное судно. В Росавиации заявление назвали поспешным. Сейчас делать какие-то выводы, делать заключения о причинах разрушения самолета в воздухе, да, мы знаем, что очень большая площадь разброса элементов конструкции. Это свидетельствует о том, что разрушение произошло в воздухе на большой высоте. Но говорить о причинах этого совершенно преждевременно и нет никаких оснований. Пока же эксперты и журналисты пытаются самостоятельно восстановить картину случившегося. Достоверных данных мало, поэтому каждый факт приходится изучать практически под микроскопом. В мировой прессе эту трагедию называют катастрофой при идеальных условиях. Погода солнечная, видимость хорошая, экипаж опытный. У командира налет более 12 тысяч часов. Самолет занимает эшелон, высота около 10 тысяч метров. Как подчеркивают и российские, и зарубежные эксперты, это едва ли не самый безопасный момент полета. Самолет находился в воздухе примерно 23 минуты. К этому моменту он уже на автопилоте. Он достигает своей крейсерской высоты. И мало что может пойти не так. Тем не менее, именно в этот момент, по данным интернет-портала Flyradar, Airbus резко теряет скорость и высоту. Сразу после катастрофы появилась информация, что экипаж передал сообщение о неких технических проблемах. Однако, по заверениям египетской стороны, летчики не выходили на связь и не подавали сигналы бедствия. Хотя сделать это достаточно просто. Нужно лишь нажать на соответствующую кнопку. Сколько времени нужно вам, как пилоту, чтобы подать сигнал СОС? Буквально от одной до двух секунд. То есть, значит, у них не было этой секунды, получается? Возможно, не было этой секунды. Причиной отсутствия сигнала, по данным экспертов, могла быть резкая разграммитизация салона, в результате чего пилоты сразу потеряли сознание. Тот факт, что хвостовая часть найдена на значительном удалении от фюзеляжа, позволяет предположить, что именно хвост отвалился первым. Издание «Коммерсант» называет три самые вероятные причины крушения. Ударная волна небольшой бомбы, заложенные в багаж, оторвавшиеся детали двигателя или возникшие в несущих конструкциях трещины. В пользу последней версии, по данным газеты, говорит тот факт, что обломки Аэрбаса разбросаны на большой территории, представляющей собой вытянутый эллипс. Похожая картина была при крушении Ан-24 в 97-м. Тогда разрушение фюзеляжа и отделение хвостовой части произошло прямо в воздухе. Расследователи установили, что у фюзеляжа самолета были глубокие очаги коррозии, возникшие во время его эксплуатации в африканских странах. Персонал во время технического обслуживания самолета не заметил проблему, скрытую в труднодоступных зонах подпольной части фюзеляжа. И при увлечении нагрузки на конструкцию во время полета самолет разрушился. Тогда эксперты подтверждали свою версию, в том числе формы разброса обломков Ан-24, описывая ее как эллипс с осями 10,5 километров на 2,5 километра. Разбившийся в Египте Airbus ударился о полосу хвостовой частью при посадке в Каире еще в 2001. Информацию подтвердили в Кагалымавиа. Вот как это происходит. Такое касание считается инцидентом. Но после него, спустя годы, возможно нарушение геометрии конструкции. Такое уже было в 85-м самолетом японских авиалиний и в 2002-м с Боингом 747 китайских авиалиний. В обоих случаях лайнеры развалились в воздухе. Причина одна. Некачественное техническое обслуживание после касания хвостом взлетной полосы за несколько лет до этого. Какие-то, возможно, элементы получили остаточную деформацию, которая была незамечена при инспекции и при ремонте. То есть это вполне возможно. Поэтому за эти годы, что прошли 14 лет после этого инцидента, накопилась какая-то устаточная остаточная деформация и могло, конечно, произойти. Причиной разгармитизации мог стать, по версии экспертов, и неисправный двигатель. После его разрушения турбина отрывается и разрезает фюзеляж. Агентство «Франс Пресс» со ссылкой на египетского техника из аэропорта «Шарм-эль-Шейх» пишет, что три месяца назад экипаж того же самолета прервал взлет из-за ошибки системы. В авиакомпании заявляют, что Airbus обслуживали вовремя. Самолет проходил все необходимые технические проверки. После инцидента в Каире лайнер ремонтировали на заводе изготовители во Франции. Сертификат летной годности обновлен лишь в этом году в Ирландии. Было сказано, якобы экипаж каким-то египетским техникам говорил о проблемах с двигателями. Я со всей ответственностью заявляю, никакие египетские техники к нашим самолетам не подходят. Наши самолеты обслуживаются только нашими специалистами. Касательно жалоб на двигатели, ответственный комитет мы представили. Борт-журналы за последние пять полетов. Ни одного замечания в борт-журнале от экипажа ни по каким системам не было. Еще одна возможная версия — теракт. В день катастрофы ответственность за падение лайнера взяли на себя боевики террористической группировки ИГИЛ, запрещенной в России. Местность, где все произошло, частично под контролем радикалов, связанных с так называемым исламским государством. Версию о том, что лайнер могли сбить из переносного зенитного ракетного комплекса, эксперты опровергли. Для этого вида оружия самолет летел слишком высоко. А более мощных средств противовоздушной обороны у террористов в том районе нет. А вот взрыв бомбы на борту лайнера специалисты не исключают. В качестве аргумента приводят случай с катастрофой Боинга 747 в Шотландии в 1988 году. Тогда самолет также разрушился в воздухе. Причиной крушения стал взрыв бомбы, спрятанный в багаже. По мнению командира экипажа, летавшего над Синайским полуостровом, в этот раз одной из сопутствующих причин катастрофы могло стать опасное сближение с военным самолетом. В том районе летает очень много военных самолетов. Экипаж начал экстренно уходить от какого-то препятствия, то есть с резким набором высоты. При этом появилась какая-то огромная перегрузка, больше четырех единиц. И, возможно, какая-то остаточная трещина осталась там после предыдущей катастрофы. И хвост начал разрушаться. После того, как большинство обломков будет собрано, экспертам предстоит сделать так называемую выкладку самолета, то есть в одном месте разложить обломки в виде самого лайнера. Возможно, эта процедура поможет понять, как произошла трагедия. Тимур Сиразиев, Дмитрий Синицын, Наталья Голубь, Первый канал.